Я не согласен с данным моему противоправному деянию и квалификацией. Я подтверждаю все события, указанные в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого и обвинительного заключения, которое подтверждается аудио-видеозаписью моих встреч в Залеске. Хочу отметить, мне неизместны обстоятельства встреч и разговоров Залесского и моего правительства. Поэтому относительно этих событий суду я пояснить ничего не могу. Могу достоверно пояснить, что 13.10.2020 года, виден Евгений Яковлевич, меня не просил выступить в посредниках передачи взятки и вообще никогда об этом не просил. Он лишь просил передать документы. 16.10.2020, после моей первой встречи с Залеском, после того, как я отправился в инвентарь в честь водителя консула, полученные от Залеска документы, вечером и того же дня мы позвонились в Залеске. Он мне позвонил после, после чего он поинтересовался, как можно увидеться и узнать страницу паркуровской проблеты, которую проводит мой брат. Меня заинтересовало, мы с ним увидели, чтобы в Залеске, я ему ответил, что необходимо увидеться, завтра в городском парке, мы с ним там увидимся. В этот же день после звонка на Залеску я позвонил брату своему и начал его спрашивать, а что у тебя там документы, что у тебя за ситуация. Ну и как бы, не ставя его в известность, он начал расспрашивать. Ну вот, на что он ответил, что здесь, как бы, значит, ничего такого нету в этом во всем, и, как бы, Залеску не привлекут никакой ответственности. Из разговора я понял, что Залеске ничего не говори. И в этот самый вечер, мы сидим дома, у меня, как бы, сложилась такая мусора, что я получил информацию отбрать, что там ничего такого нету, вот. И еще обмануть, говорят, там, дома, там кайф. Вот. И, как бы, сказать ему, вот дальше. У меня не имеется высшего юридического образования, а также работа уголовно-правовой спереди. Я не знаком ни с одной из нормативных правовых тактов, регламентивных деятельностей прокуратуры, ссылки, на которых указано постановление привлечения мне в качестве обвиняемого. Я обвинительный заключен. Я, в принципе, не мог понимать, осознавать правомерно ли проводится проверка моим правдом. Из денег, я, в общем, или неправомерно. Лично для меня он никогда не был замечен каких-либо нарушений. У меня и миссии не могло возникнуть, что мой правдом может нарушить какие-либо деятельственные функции. Вот. Я, как бы, дома сделал, как бы, небольшой косметический ремонт. Вот. Почему у меня такая мысль возникла? И пытался, как бы, выбирал уже себе технику. Вот. Вот. То бишь, это был телевизор-станцунг, который, я уже говорил, это, как бы, вот, гладильная доска. И акустическую систему. Салон-бар. Там, сунг, тоже, как я, приобрели. И, по моим подсчетам, стоимость всей буталонной техники составляла, где-то, примерно, 230-240 тысяч рублей. Из них телевизор стоил, порядка, 150 тысяч рублей, пара генераторов. 20 тысяч, гладильная доска, 10 тысяч рублей. Акустическая система, около 60 тысяч рублей. 17-го, 10-го, 20-го, в некоторое время суток, я встретился с Залеском, уход в городской парк, со стороны 2-я садовая. Я разлучил ему, необходимо скупить буталонную технику, чтобы, как я выразился, помочь людям. Это я сказал с целью Алмана Залеского, приведение последнего его заблуждения. Я, к данной технике, я передал, что передам должностям людям, прокуратурам. Хотя, на самом деле, я хотел оставить все это для личного пользования. В момент разговора с Залеским я волновался. Редко у вас в магазинах цены на технику отличаются до 3 тысячи или больше за позицию. Чтобы не прогадать с ценами, я решил слегка завысить цену, указал, что сумма покупки будет 250 тысяч рублей. Сумму я оказал путем набора на телефоне вот этой цифры. При этом хочу отметить, что в предначале я предложил Залескому упражать сумму самостоятельно. И если бы он назвал меньшую сумму, то я не стал бы возражать. Но он сказал, что не знает, какую сумму его назвать, и подъем он меня к тому, что бы это сделал я. Именно так я и сделал выше указанного опыта. Далее, в ходе разговора я несколько раз сказал, что сумма будет меньше, чем 250 тысяч рублей. Понимаю, что сумму я назвал запасной. По факту я искал технику как можно дешевыми партийсками и акциями, что по факту Залескому заплатил меньше 250 тысяч рублей. Данные ему и данные утверждают, имеющие в уголовном деле аудиозаписиные в Залескому. Он согласился, и мы договорились отправиться с покупками 20-го, 10-го 2020-го года. Потому что он уезжал в Самару. После этого я выяснил, что в магазине Минвидио, где я решил покупать десовую технику за счет зарезов, отсутствовала необходимая мне акустическая система. И безчем я решил заданную акустическую систему взять денежные учреждения. В 19-е 10-е 2020-го года я последствием в Латсап созвонил своим братом Евгением. После этого я стал расспрашивать, что у тебя за дела с Залеской. Я начал юридить и сказал, что Залеской просто меня будут дарить. На что мой брат сказал, что это может привести к негативным последствиям. И бросил фруктуру. 20-го, 10-го 2020-го года в бизнес-центре Ковчег на улице Лавеева, город Сараса, мы встретились с Залеской, где ему озвучил, что 170 тысяч рублей надо будет передать наличным. И так как купить фланируем на 170 тысяч рублей, чуть больше или чуть меньше. Также в ходе встречи с Залеской, я сказал ему, чтобы он не оповещал моего брата, думая о том, что мой замысел хочет устроиться. В этот же день мы отправились в магазин Залеской, где раньше я выбрал себе технику на сумму около 170 тысяч рублей. При этом, когда я выбрал данную технику, я решил, что никаких 70 тысяч рублей за Лавеевского дополнительно брать я не буду. Хотя мог выбрать иную эту физическую систему, которую я хотел. На следующий день, 21-го, 10-го 2020-го года, я писал Залеской в Мэшинге в 20-м сообщении о том, что когда выезут машину, чтобы забрать технику, на что мне ничего не отвезло. В дальнейшем я вспомнил свой разговор, когда мы разговаривали с братом, что он сказал, что это может привезти, и вообще не хотел со мной разговаривать. Я стал звонить Залескому, чтобы сказать ему о том, что мне не нужна никакая техника, но не дозвонился. Отчета по оплате он мне тоже не присылал. Таким образом, я был полностью верой, что он не совершит ошибки и не оплатит счет. Так как срок оплаты счет составляет трое суток. Ну, то есть, я понял, что он как бы вышел, этот срок, и я совершил глупость, причем, конечно, в самом деле. Если бы он оплатил его, или выбрал много, я оплатил, то ли я сообщил мужу, что мне от него ничего не надо. А детали своего общения с Залеском я не стал никого посвящать. Возвешать не брата, не трех конюсий, но он не так, как полагал, что если я не передумал от него получать материальный избор, то ничего плохого не сделал. Фиксации наших любимых разговоров не производил. В целом, явно появился активом вообще не в Залеском, и только ходит в горпах. Тогда, в дальнейшем, везде, как говорится, актива была в Залеском. Я только у него спрашивал про деньги, сверхсчета на оплату, но он сам про них все время заговорил. Я не применял к нему угроз или шантажа. Откажись изначально от предоставления материальных плат, я не наставил его. И звонить, это никак повлияло бы на результат прокурорской проверки. Вместе с тем, хочу отметить, что, будь у меня желание требовать его оплату техники, и денежных средств, равных ее стоимость, вперед, мог бы найти зарезку по месту его работы. Когда мы ходили по МВидео, он мне говорил, я там работаю там, где видно, чтобы довести строю мысль до конца. Но я это делать не стал, потому что я понял, что я совершаю глупость. Проведение проверки в отношении меня никак не сказалось на мои действия в октябре 2020 года, связанные с отказом от преступной деятельности. Потому что, когда я отказался от своих намерений, никакой проверки не было. Она началась спустя год, то есть на третий, на девятый, в 2021 году. О проведении оперативно-розыскательных мероприятий не стало известно только при ознакомлении с материалом уголовного дела, то есть осенью 2020 года. Более того, до 21.09.2021 года факт проведения оперативно-розыскательных мероприятий и результаты носил секретный характер. Я никак не мог догадываться о них, так как не умеет познания в оперативно-розыскательной деятельности. Таким образом, отказ от преступной деятельности – это мой сугубо личный выбор, на который не влияют никакие внешние факторы. В дальнейшем я сам лично себе приобрел эту технику, которую я хотел получить путем обмана от проезда. Это, то бишь, артиллеринза в Samsung за 100-4 тысячи рублей, парогенератор Brown и гладильную доску. Чеки, покупки этой техники, она находится у меня дома. И у меня дома было сделано какого-то отмозра моего жилища, а в настоящий момент я этой техникой пользуюсь. Вообще, что хочу сказать по поводу ситуации. Моя явиновата в том, уважаемый суд, что я ввел человека в заблуждение. Я прошу прощения общества за задение и офис. Но также я спросил потерпевшего, залез в него и погасил материальные бреды, которые мне отручили. Ещё что хочу сказать по этому поводу. Глубость моя была в том, что я решил захотеть проверку. Чем таять? И на протяжении всего этого времени, когда я узнал, что проводится проверка, я как-то не связывался с человеком. Ничего не делал. И я ивинился перед человеком. Когда он был следователем, за свои противоправности к ничему. Спасибо. Я сейчас буду точить. Он говорит, что возместили вред причинам и залез в том. Какой бы вред он возместил? Мицелярный или моральный? Я ему предвестил материальный вред, который он отручил. Его материальный вред 90, уже его всё-таки защитно пунктает. Он его предвестил на 10 тысяч рублей. Это был моральный вред, о чём имеется расписка в уголовном деле. Потому что материальный вреда по факту никакого не подчиняло за риск. Да. Он просто пункт реконситировал. Продолжение следует... Продолжение следует...